дорогие зрители я вас приветствую на канале выбор маргинал и сегодня у нас гостях эзра мор да ну тогда представься в принципе вот я думаю что я думаю что изрядная доля зрителей тебя знает но наверное кто-то все-таки не поэтому имеет смысл представиться хорошо я тебя понял я понял твой стиль меня зовут эзра и последние восемь месяцев я занимаюсь тем что прожигаю вот эту кушетку на которой я сижу полыханием своей жопы от того глобального бардака который творится в инвестиционном пространстве вокруг арабо-израильского конфликта войны в секторе газа вот соответственно занимаюсь у нас это на иврите называется асбара разъяснительная работа занимаюсь разъяснительной работой вокруг израиля на русском языке в основном придерживаюсь соответственно позиции радикального изма моя политическая такая позиция и придерживаюсь я горд этим вот в целом все все что нужно обо мне знать мне 72 года но каждый день я пью кровь палестинских младенцев поэтому очень хорошо выхожу понятно понятно ну чтож чтобы конкретно те хотелось бы обсудить на сегодняшнем стриме я я вообще счастлив во первых спасибо большое что пригласил это очень лестно это очень без я блин то есть я какой-то момент у меня по-братски прикстал от этого вот было очень приятно ощущение на колёпкость во всем теле вот я знаю что у тебя вот очень красивый флаг за спиной да скажи пожалуйста можно просто на ты марго можно можно без вот этой всей да ты слышал вот только что заявление 20 минутной давности будущего бывшего президента дональда трампа какой или он пригласил только что он публиковал сообщение что пригласил нашего соответственно биби нетаньялов встретиться с ним в палм-бич и сейчас вокруг этой темы разгорелись очередные бурления все кипит и даже может забрызгать потому что кто-то считает ну я уже читаю комментарии что трамп это очередной очередной папой соответственно как как это не united states of israel соединенных израиля соответственно кого-то горит у кого-то нет я не знаю я часто веду стримы тоже с одним американским деятелем культуры юрий дашевский может быть знаешь можно слышала я по-моему сталкивался это это который мага именно самый толковый до арбист он сам работает переводчиком то есть он переводить его на русский язык а фильм передач вот но он прям он город и по трампу я в принципе не осуждаю поддерживаю даже по степени с ним мы обычно обсуждаем последние новости да вот с твоей точки зрения было бы интересно узнать что ты думаешь в том числе в барабо и драйвском конфликте его нынешние такие участие сша в этом я могу свою очередь тебе рассказать как это мы видим с нашей страны и вообще через происходит ну вот глобально что происходит ну что я думаю я считаю что так называемые палестинские арабы это креатура кгб еще советских времен я я в этом вижу руку кремля неизбежно потому что я это я ты можешь это говорить с точки зрения что вот я так считаю а я тебя могу сказать свою очередь что у нас в том числе есть прямые доказательства что к этому причастны власти большой северной страны 1 до 7 и не только не только с хамасом это это и хуситы еминские это и хезбулла есть прямые доказательства то есть я могу предоставить буквально прямые доказательства это очень занимаюсь собственно в том числе то есть в плане так называемых палестинских арабов в плане ирана в плане китая в плане демократической партии сша очень хорошо сформулировал гэри табах у меня на стриме в какой-то момент он сказал у них одна мама вот и до мамы у них действительно одна это комитет государственной безопасности и вот это вот разведывательное управление забыл государственной или государственной там г какое русское слово обозначает вот в общем советские а позднее и россиянские спецслужбы в принципе стоят за всеми этими вещами да есть такое то есть может быть они не рулят ими прямо как мы хрионетками потому что все-таки у рф нет такого веса на глобальной арене которую какой был у советского союза или кстати российской империи но роль не последнюю особенно на пропагандистском фронте так уж точно они безусловно играют и поражение российской федерации на любом фронте абсолютно это конечно выигрыш и для соединенных штатов америки и для израиля понятное дело для украины и тайвана тоже по поводу пропагандистской истории опять же под долгую службу там знакомился с некоторыми людьми у нас когда начался началась война вот наша нынешняя появился один интересный стартап то есть группу ты за израиль страна стартапа куда вся тема и вот одна группа стартапистов она даже не то что появился они переквалифицировали свой уже имеющийся стартап под нужды войны я не буду ходить технологии не знаю как это технически работает я гуманитарий но суть в том что они могут отслеживать активность ботов географически то есть они могут сказать откуда приходят боты которые копятся соответственно за арабов за мусульман за палестину за палестинских террористов вот и они четко отследили тенденцию что это огромные бота фермы работают в китае в иране и в россии такая вот это три единая святая русь да иран китай и россия они очень активизированы в плане пропаганды очень огромный ресурс они бухим информационное пространство против израиля потому что до видят израиль с сатиритом сша хотя это опять же очень такой ну это очень-то большая тема отдельно вот в этом плане да в том что касается непосредственной поддержки у нас есть косвенные доказательства через королевскую семью саудовской аравии что россия поставляет оборужение куфситом в то же самое время у нас есть прямые доказательства что чвк багнар поставлял зимно-ракетные комплексы хезболея поливания да и на самых самых первых видеозаписях которые еще были в начале в начале середине октября видеозаписи которые публиковали сами террористы хамас было слышно русская речь которая командовала вы прорываетесь вы идете налево видеть направо это была русская речь тоже здесь нет каких-то прямых указаний кто это мог быть да но тогда же у нас была история с вагнером что вагнер кончился и есть мнение что это кто-то вот из бывших бойцов вагнера переквалифицировался в инструкторах так что да ты совершенно прав как бы здесь здесь мнение я придерживаюсь того же мнения что может быть и не рулит всем этим процессом но поддерживает хотя бы косвенно поддерживает однозначно потому что из геополитической точки зрения это в интересах россии тоже как я сказал это не шутка тригина святая русь россии ирана китай ну они по-любому повязаны вместе другой вопрос что вот опять же как ты считаешь момент обсуждали не помню с кем обсуждали вот будь ты на месте китая и видя как у тебя один твой союзник вторая армия мира на два года завяз в болоте и никакая это не вторая армия мира так есть между нами обосрались ребята давай и потом ты смотришь на второго своего союзника иран который говорит мы сотрём сейчас израиль с лица земли запускает 500 дронов ракет неважно чего это все благополучно отбивается причем отбивается не только израилем но это и самый саудовской аравии и египтом и ганей ну то есть поддержку его небольшая иран тоже таким образом обосрался большому счету и вот на месте китая смотришь на своих двух главных союзников чтобы ты почувствовал это делает китай на самом деле только опаснее потому что если бы не происходили вот эти фиаско и с россиянской и с иранской стороны то китай мог бы поверить в собственную пропаганду так как в нее верят как раз таки сейчас иранцы и и россияне китай получает шанс совершить работу над ошибками и не допускать ошибок которых которые допускают их меньшие братья потому что китай хоть я и считаю китай бумажным тигром на самом деле он не такой бумажный как иран или на самом деле и даже значит бумажный в квадрате тигр в виде российской федерации приносит огромное количество горя и страданий мирному населению украины и не только то есть китай он хоть и не долговечен в том виде в котором он существует сейчас но он может наломать огромное количество дров на мировой арене особенно учитывая что да они определенно берут время на то чтобы перегруппироваться перед ударом по тайване потому что они понимают что если бы они это сделали в двадцать втором году то они в тайване бы завязали примерно как путин в украине то есть и их бы действительно распластали то есть я не однократно говорил что не в двадцать втором году в основном я это говорил что если китай сейчас в двадцать втором году поп rent на тайвань то хватит в общем то уже тех вооруженных сил которые есть у тайванови и те, которые расквартированы чужие в Тайване и на соседних островах, ну не соседних, но близлежащих, для того, чтобы просто отбить не просто первый нахрап КНР, а для того, чтобы в принципе сделать дальнейшие атаки невозможными на много лет. То есть просто вооруженные силы Китая были бы уничтожены. По крайней мере, я так вижу. Без прямого вмешательства, обращаю внимание, без полномасштабной войны с Соединенными Штатами Америки, то есть даже могла бы не подтягиваться какая-нибудь Австралия. Сейчас, когда Китай думает и проводит работу над ошибками, главным вопросом является, смогут ли они перегруппироваться так, чтобы не быть просто рашкой на стероидах, чтобы действительно напасть на Тайвань и по меньшей мере либо нанести такие потери Тайваню, что производственные мощности всей планеты будут откинуты на несколько десятков лет назад, потому что Китай в такой ситуации не то, чтобы максимально проиграет. Или же окажется, что бюрократизированное чудовище, которое мы знаем как КНР, оно действительно вот такое же разворованное окажется, как путинская Россия, и вот, значит, тоже будут отползать назад, правда непонятно куда, там вода, значит, тоже, значит, будут молиться на вражеские дроны, чтобы они их пощадили и так далее. То есть, не знаю, на мой взгляд, вот эти поражения, они временно делают Китай как раз опаснее, потому что Китай резких движений не делает, и учитывая, что вот эта ось, ну это не ось зла, это как бы ось обиженных пиздоболов на самом деле Китай, Иран и Российская Федерация, вот эта вот ось, она достаточно очевидна в том плане, что она есть, в отличие там от какого-нибудь БРИКС, который существует только на словах, по сути дела. Значит, учитывая эту ось, уже имеющуюся, мы имеем, значит, двух акторов, которые что-то активно предпринимают, и одного, который отсиживается. Это всегда в любой ситуации в жизни, даже отдельно от политики, должно настораживать. Значит, если наблюдаешь со стороны драку на улице, и происходит что-то аналогичное, это тоже должно настораживать. Если смотришь фильм, и в нем у вымышленных персонажей это происходит, тоже однозначно, тот, который ничего не делает, он, соответственно, в третьем акте выстрелит, значит. И, в принципе, это некое универсальное правило, если он отсиживается, он же отсиживается не просто так, очевидно. То есть, очень вряд ли он, значит, сжимает винтовку конца 19 века и просто ждет, когда его убьют. Хотя и такое бывает, но просто готовиться надо к худшему, рассчитывать на лучшее. Понятное дело, что, ну, не рассчитывать, а надеяться даже. Понятное дело, что надеяться на то, что Китай абсолютно импотентен и так далее, никто не запрещает. То есть, как бы, надежда это прекрасно, прекрасные чувства, но надежда это бог дураков. А готовиться надо к тому, что Китай будет на пике своей мощи и научится на ошибках, значит, своих питомцев. И, да. Вот ты говоришь очень, да, я понимаю, что ты говоришь, но, смотри, когда мы говорим про вот эту чмость зла, да, она, как ты оцениваешь, вот, может быть, ты со мной согласишься, что все претензии Китая, да, все его амбиции Китая, они в некоторой степени ограничиваются Тайванем, потому что глобальные претензии Китая, они не военные, они экономические. Китай хочет доминировать экономически, военные, его реально интересует только Тайвань, он ограничится, скорее всего, этим регионом, да, но если мы говорим про вот этих его союзников, если мы говорим про Россию, она при прочих равных, да, там, фантазиях, влажных фантазиях дедушки, там не ограничивался конфликт Украины, там дальше была и Литва, и Латвия, и Финляндия, еще что-то. Если мы говорим про Иран, кстати, вот это я бы очень хотел у тебя на эфире сказать, очень важная мысль, очень многие не понимают, что когда люди говорят, сейчас очень идет популярное сравнение, что Россия напал на Украину, а Израиль напал на сектор газа, да, вот, давайте, кто меньше, значит, кто-то и правый, и жертва. Нет, это не так, потому что Иран напал на Израиль просто руками Хамас, террористической организации своего прокси, да, это отдельная тема, если хочешь, мы с собой ее обсудим, но, если вы говорите об этом, то арабо-израильский конфликт, да, конфликт с Ираном, он тоже, он не ограничивается Израилем, Израиль, ну, это стратегическая точка, она находится в самом центре того, что арабы видят своим великим халифатом, он мешает очень арабам, мешает этому мусульманскому миру, поэтому, но глобально только Израилем этот конфликт не ограничивает. После Израиля будут другие страны, и мы это уже счастливы, да, то есть тот же самый тихий джихад, как они его сами называют, тихий джихад, что мы приезжаем как беженцы и потом просто заселяем страну и захватываем ее тихо, просто рожая, они тоже этим не ограничиваются, то есть здесь все-таки, я понимаю, что цели примерно одинаковые, средства, вернее, примерно одинаковые, да, в случае войны с Украиной, войны с Тайваемой, войны с сектором газа, с Израилем, но цели у этих войн, они разные. Вот, мне кажется, все-таки в этом плане я тоже несколько рассчитываю на, если так можно сказать, благоразумие китайцев, то есть даже если они нападут на Тайвань, чего очень бы не хотелось, конечно. Это будет их конечная цель, ну, то есть только война ради войны с Тайванем, а не ради того, чтобы разжечь очередную мировую войну там с огромным количеством стран. Понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, о чем речь, ты рассматриваешь эту ситуацию с позиции реалистической линзы, но на мой взгляд, как раз-таки, как раз-таки этот конфликт, он не то, чтобы... Понятное дело, что реалистическая линза бывает очень полезна. Реаль-политик, реализм в международных отношениях, Киссинджер и всякое такое. Хотя Киссинджер для Израиля был не очень полезен, так скажем, значит, ну да ладно, исторически. Значит, здесь, я считаю, ситуация немного в ином заключается. Давайте посмотрим, в принципе, на исторический нарратив, что Ирана, что Российской Федерации. Российская Федерация, она находится в состоянии такого коллективного психоза по поводу утраты не то Советского Союза, не то Российской империи, но так или иначе утраты чего-то. Они не знают, чего именно они утратили, потому что кто-то считает, что, значит, необходимо сеять по всему миру коммунизм, и Советский Союз победил Гитлера и так далее, а кто-то считает, что наоборот, засланы Западом большевики, уничтожили Великую Российскую империю, и, значит, от вот этого коварного совка последним осколком является там Украина, Казахстан и так далее. На самом деле это же не просто там какая-то шизофрения массовая, это вполне себе стройная идеология Российской Федерации. Их идеологией является реваншизм, рессентимент, зависть и так далее. Если посмотреть на Иран, то опять-таки это тоска по какому-то утраченному не то халифату, не то еще чему-нибудь исламскому, я не так погружен в их шиитские темы, но что-то подобное у них есть, так или иначе. Это тяга ислама к постоянному расширению, потому что это экспансионистская политическая идеология изначально, со времен пророка Магомета, если он был исторически и так далее. И учитывая, что старшим братом на глобальной арене на данный момент для них, для всех является Китайская Народная Республика, эти две рессентиментарные идеологии Россия и Китая, условной России, россияне и Ирана, являются по сути дела просто бледными тенями правящей идеологии коммунистической партии Китая, которая у них действительно выстроена вокруг века унижений, который с их точки зрения закончился при Мао Цзэдуне. То есть он начался с опиумных войн в XIX веке и закончился Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун с их точки зрения их унижения искупил огромными жертвами, и это оправдывает в их глазах огромное количество убитых людей, закопанных с тысячью порезами под деревенским туалетом китайцев и так далее. И идеология Китая, она как раз зиждется на очень глубинной обиде и очень конкретной глубинной обиде. А идеологии их спутников являются просто бледными тенями того, что есть у Китая. Поэтому, когда мы рассуждаем про обиды, которые есть у россиян к так называемому коллективному Западу, поэтому эти обиды такие нестройные. Потому что они понимают, что они что-то чувствуют, и они понимают, что им обидно за державу, но непонятно за какую. А вот Китаю понятно, за какую именно державу им обидно на самом деле. То есть, и... Вот как во всей этой ситуации, понимаешь, я-то больше за Ближний Восток, да, ты понимаешь? Вот как ты во всей этой ситуации видишь Иран, Иран, который до 79-го года, совсем недавно, 79-й год, но объективно это недавно в мировом масштабе, до 79-го года Иран был светским государством с монархией, и причем монарх Ирана оканчивал лучший колледж в Соединенных Штатах, там, в Великобритании. Эта страна была лучшим другом Израиля. В то время, как остальные страны, арабские, воевали с Израилем, эта страна, мусульманская, была лучшим другом Израиля, несмотря ни на что. И так было до 79-го года. В 79-м году, наоборот, у нас случилась революция в Иране, соответственно, да. Я тебе не буду рассказывать, ты это все прекрасно без меня знаешь. Как твое видение вот этой обиды, которая проходит там, сквозь века, здесь, наоборот, подменяет уже существующий здоровый строй? Она не проходит сквозь века. Вот в случае с РФ и Ираном, она как раз сквозь века не проходит, она подкрепляется Китаем. Просто у Китая есть обида, которая проходит сквозь века. У РФ и Ирана эта обида создана искусственно, по большей части. Другое дело, что для нее уже была почва. Но обращаю внимание, вот если взять РФ, повторюсь, россияне, которым обидно за державу, им обидно то за Советский Союз, то за Российскую империю. То есть конкретной какой-то идеи, которую они бы все выражали единым строем, которую выражала бы зонтичная партия во главе Российской Федерации и лично Путин, ее не существует. Они говорят противоречивые вещи, им что-то не нравится, что с ними сделали в прошлом, и они понятия не имеют, что именно это было. Каждого россиянина спроси, он какой-то свой любимый пропагандистский тейк выдаст. То есть рунаты будут говорить про Российскую империю, про оккупационное большевистское правительство, про новиопов и так далее. Коммунисты будут говорить про то, как коварный Запад развалил Советский Союз, про то, как Советский Союз в одно рыло побеждал Гитлера, а потом все присвоили США и так далее. То есть у них противоречивые взаимно наборы мифов, как правило. Иногда есть какие-то попытки синтеза, как у Дугина, но они получаются настолько заумными, что массовая публика в РФ их не способна воспринять абсолютно, потому что там какой-то Хайдегер, Гегель и прочее. То есть это чисто для так называемой интеллигенции. Нужно, чтобы она плутала в этих лабиринтах, паутинах риторики, континентальной философии и так далее. То есть пропаганда просто разная бывает. Есть для низов, есть для верхов, есть для среднего класса. То есть для людей, которым чисто по жизни необходимо думать о чем-то сложном, для них тоже есть специальный продукт. Вот Александр Гелевич умеет этот продукт производить, он его производит всю жизнь, у него очень хорошо получается. То есть это очень как раз таки сильный идеолог современной РФ. Но то, что он производит, или то, что производят целая орда конспирологов, там по типу Фурсова, Старикова и так далее, это не для всех россиян, так или иначе. У них нет стройной реваншистской идеологии. Реванш за что? Как минимум реванш за Российскую империю или за Саврук? То есть это же гигантский вопрос. Они же как два различных полюса во всем враждебны. Как так? Как можно? Как ты видишь применение реваншистской философии в отношении Ирана в таком случае? Ну опять-таки я не погружен в иранскую тему. Сейчас мы тебя погружим. Я просто к тому, что вот мы говорим, что в 70-х там был светский режим, который шел навстречу так называемому коллективному западу. Ну и что? В Российской Федерации даже тот же самый Путин в начале нулевых рассуждал о вступлении Российской Федерации в НАТО. И рассуждал, я убежден в этом, серьезно. Но, да и, наверное, жить в РФ до 2007-го приблизительно года, почему все говорят про 2007-й год, что его не вернуть и так далее. Потому что это был пик комфортной жизни в РФ как раз-таки. И жить там, в принципе, было бы терпимо. Но вот падишь-то. Потом как-то все развернулось, потому что поступили специальные требования, в том числе и идеологического характера. Конечно, в конечном счете за всем стоит Китай, в особенности за ресентиментарным характером идеологии и Российской Федерации, и Ирана. И, конечно же, Российская Федерация is too far gone в данный момент. Про Иран я просто не знаю. То есть, может быть, там можно свергнуть правительство и новое посадить, и нормально все будет. В Российской Федерации этого сделать нельзя. Ее можно только разделить на составные части. К сожалению. В Иране не то, что можно. Это такая big idea. Это то, что я считаю, в перспективе, да, в идеальном мире, в перспективе задачи Израиля, как бы скромно это не звучало в нашей стране, задачи Израиля в перспективе, это обеспечить смену власти в Иране, потому что, опять же, я, если говорить не особо глубоко поглужен, поглужен, небольшой такой экскурс. В 79-м году революция, вот эта исламская революция в Иране была осуществлена 5% населения. 5% населения при поддержке, включая и при поддержке, соответственно, студенческих протестных движений, которые тогда были очень сильные, совершили революцию. Сейчас в Иране уже много лет голод, бедность, опять же, те же самые студенческие протесты протесты женские против хиджабов, огромное недовольство населения, которое очень хочет сменить власть. И да, один раз там это сработало, я искренне верю, что там это второй раз сработает. Более того, в Соединенных Штатах сидит Резапах Ливии, это последний наследный принц Ирана, то есть это продолжение той старой монархии. Он сидит в Соединенных Штатах, у него есть достаточно большое количество последователей. Если ты откроешь любые фотографии из американских произраильских рэлли, то ты увидишь, что там есть израильские флаги и иранские флаги вместе. Иранские флаги только не те, которые сейчас с анаграммой имени Аллаха, а старые иранские флаги, монаршеские, соответственно, с альбом. Вот. То есть Иран, он и поддерживает Израиль сейчас, он и за смену власти опять в стране. Нет, здесь как раз смена власти, она сыграет... Да, я понимаю, о чем ты говоришь в случае с Россией. И там, ну, кто написал 6 миллионов доносов, да, как бы там общество... От общества это очень сильно зависит, то, что происходит во главе этого общества. В случае с Ираном, нет, в случае с Ираном это был захват власти, причем малой группой людей, и удержание этой власти, которой люди сопротивляются, здравомыслящие, по крайней мере, люди. По поводу противоречащих друг другу нарративов, да, то есть что в Российской Федерации там одни хотят вернуть Российскую империю, а другие хотят вернуть Советский Союз, который уничтожил Российскую империю, в большом счете. По сути дела, да. Вот одно очень интересное тебе противоречие, опять же интересно, что ты думаешь на этот счет. Если мы говорим о вот этой троице святой, да, России, Ирана, Китай, Китай, недавно, несколько месяцев назад, на фоне войны в секторе Газа, проходили совместные учения военно-морского флота России, Ирана и Китая. И в принципе они там дружат, чуть ли в десна не долбятся. При этом Иран это ультрарелигиозная, фанатичная мусульманская страна. Китай держит в концентрационных лагерях уйгуров, уничтожает Чети, и на официальном уровне ислам, признан в Китае, формы психического расстройства, от него там лечат, Типа того, да. Вот как ты видишь такую синергию между такими двумя участниками геополитических процессов? Вот кто-то может как раз проинтерпретировать их временный альянс как такой чисто реалистический оппортунизм. То есть если есть национальные интересы конкретной страны, они выражаются в виде государства, конкретным правительством, и соответственно, если национальные интересы двух разных стран совпадают, двух разных наций совпадают, то они могут временно быть союзниками. Это можно рассмотреть так. Я сторонник другой концепции, я сторонник того, что они объединены на почве как раз-таки своей обиженности, и эта обиженность не является какой-то чисто психологической чертой, как раз-таки она является пропагандистским рычагом со стороны именно Китая. То есть это не то, что встретились два одиночества и обнаружили, что у них, у обоих в прошлом есть какая-то, то, что называется в конфликтологии избранная травма. Они выбрали из своей истории какую-то главу, которая является травмой, задающей их дальнейший курс. Нет, такая травма историческая есть у Китая, а у Ирана как раз-таки этой избранной травмы могло и не быть. Просто Китай через агентов влияния подминает этих людей под себя. То есть в особенности это правда про Иран. В Российской Федерации понятное дело есть огромное количество обиженных людей, потому что в Российской Федерации как минимум есть по сути дела созданный отдельный новый советский этнос, который искусственно создавали большевики. это люди, которые патологически обижены на все на свете. Даже когда они уже при разрушившемся Советском Союзе могут нацепить костюм от Левел Сют и рассказывать про то, что они потомки аристократов. Мы в принципе по их физиогномике видим, что они не потомки никаких дворян. Значит, ну а большинство из них просто за совок топят, да, то есть ни за какую, ни за империю. И в случае с Российской Федерацией там почва для значит, вот этого чисто китайского ресентимента, так скажем, она была гораздо более благодатной, наверное, чем в случае с Ираном. Я слышу про какие-то массовые протесты в Иране, то есть несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что там тоталитарный режим во все поля и что за протесты там можно нормально так получить. Тем не менее, люди предпринимают самые разные попытки для того, чтобы протестовать на религиозной почве и для того, чтобы протестовать за какие-то либеральные вещи, с которыми я, может быть, не согласился бы в конечном счете, но тем не менее, значит, могу выразить уважение людям, у которых хотя бы какие-то есть убеждения, которые готовы за эти убеждения получать там дубинкой и так далее. В Российской Федерации это все давным-давно бесполезно, к примеру, потому что просто один человек выйдет в поле, получит дубинкой, а все остальные просто будут на него пальцем показывать и угорать с этого и замечательно. По поводу коллективной обиды вот этой вот, как ты сказал, называется в конфликтологии? В конфликтологии избранная травма, да. Тут нужно просто один интересный момент. Иран и титульная нация Ирана это персы. Да. Это не арабы, персы. Конечно. Та самая большая травма, о которой ты говоришь, это когда персов подмяли под себя арабы. Но вот как-то эта травма она не играет, потому что по-хорошему... Потому что это не избранная травма. Но это самая большая катастрофа вообще. Это, да, но обращаю внимание, так можно сказать про большую часть мусульманских культур, которые сейчас средний обыватель воспринимает чисто как мусульманские культуры. Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Уйгуры те же самые. Чечня. Да, Чечня вообще по сути дела весь мусульманский Кавказ. Понятное дело ислам для этих культур не является традиционной религией, но ты попробуй их в этом убедить. То есть у них это не является избранной травмой. А вот когда кто-то пытается у них этот ислам отнять, это избирается в качестве травмы и начинает определять это сообщество в плане его дальнейшего исторического курса, его развития, выбора союзников и так далее. К сожалению, это так. И если мы покинем мою линзу и вернемся в реалистическую, то да, что можно только игнорировать их доисламское наследие, потому что что-то сделаешь. То есть этот инструмент не работает. То есть взывать к тенгрианскому наследию у тюркоязычных народов и взывать к зороастрийскому наследию у персов, обращать внимание на то, что у них есть древние языки у всех, у персов язык древнее, чем любой тюркский язык в принципе. То есть тюркия целая семья и она вся появилась плюс-минус вот уже после нашей эры. Может быть там если до, то это бесписьменная совсем история тогда и там прото-тюркский может быть он там примерно первый век может быть первый век до нашей эры, но скорее всего уже в нашей эре они появились. А персидская традиция она античная и соответственно вот персидская цивилизация находится сейчас под оккупационным правительством по сути дела которое должно быть свергнуто в пользу чего-то либо еще более традиционного либо в пользу чего-то что позволит ей сразу интегрироваться в глобальные рынки но через шоковую терапию рыночную что может как раз таки главное чтобы не ну китай китай я я люблю китай если сейчас китай вырады скажут ребят у нас коммунизм сейчас будет давайте погнали это будет провал я люблю китай и я считаю китаев должно быть много поэтому зачем один много одного великого китая нет я считаю китаев должно быть много то есть поэтому в принципе суверенный тибет суверенная внутренняя монголия возможно в составе монголии почему бы и нет суверенный уйгуристан оно все должно существовать китаев должно быть много нет прощения марго я только что написал подписчик его сослуживец твой сослуживец в армии брона израиля твой большой фанат твой зритель и мой зритель очень расстроен тем что не попал на стрим потому что его вызвали сносить дома террористов с твоего позволения в твоем эфире как бы можешь поддержать хочу передать привет бойцу Роману Плискину Рома удачи тебе с домами террористов я в тебя верю ты молодец красавчик посмотришь в записи передаю привет отдельно хочется отметить что человек делит фамилию с персонажем Курта Рассела из побега из Нью-Йорка из Лос-Анджелеса тоже ему сейчас нужно сбежать главное из он не в секторе газа я так понимаю что он на территории людей из Смарии но не важно главное чтобы оттуда выбрался и посмотрел стрим записи это самое важное так и смотри у меня теперь поскольку ты живешь в Соединенных Штатах да насколько я знаю сейчас что меня выдало слушай я проницательный человек окей мне многие говорят у меня вот это шестое чувство вся тема признавайся ты ходил на антиизраиль подождите секунду говорят упали так да протесты да признавайся ходил на антиизраиль спецедренческие протесты жил в палатке там кричал фри фри нет не доводилось не доводи мне кстати в свое время доводилось в университете не то чтобы писать жалобы на пропалестинскую риторику таково не доходило конечно вот но я выказывал недовольство тем что значит я никогда не говорил что я еврей но меня принимали за еврея очень много в жизни и в университетском что что тебя выдало я не еврей на самом деле но меня часто принимали за еврея в том числе на кампусе и я иногда мягко жаловался на пропалестинскую риторику еще в далекем 14-15 году когда в ЮСЛА учился вот ну поэтому ни к каким последствиям это не приводило но правда ничего плохого для меня тоже не происходило еще листовки мне когда выдавали я их демонстративно выкидывал в урну и мне тоже ничего не делали из-за этого то есть всем было все равно абсолютно потом я выпустился в 15-м году и не соответственно с конца 15-го года а я выпустился весной с конца 15-го года началась СЖВ истерия подстегнутая в основном началом предвыборной кампании Хилари Клинтон и уже пошли страшные вещи на кампусах по всей стране то есть просто важно понимать что то что мы сейчас знаем как воины социальной справедливости там Антифа BlackBlock Black Lives Matter и так далее этого всего ничего не было вот когда я учился в бакалавриате этого не было вообще буквально стоило мне пойти в магистратуру мне мгновенно объяснили что если я идентифицирую себя как боевой вертолет то значит я боевой вертолет и так далее я буквально так и спросил как повышение квалификации в вертле проходил там зашла речь про подобного рода вещи я спросил если вот я себя так идентифицирую то что сказали ничего значит так и есть нормально конечно мы до сих пор это строгаем у нас так получилось что 60 тысяч на момент начала войны то есть 9 месяцев назад почти 10 месяцев назад в секторе газа было 60 тысяч боевиков террористической организации Хамас и еще по разным оценкам от 15 до 30 тысяч боевиков террористической организации Самский джихад там еще другие мелкие и мы сейчас столкнулись с проблемой что вот эти 75-90 тысяч террористов идентифицируют себя как женщины и дети и в общем на это на все накладывается решение ООН многочисленное то есть мы от этого страдаем я не знаю кому надо сказать спасибо за это Хиллари Клинтон или нет но в общем спасибо блин большое разгребаем до сих пор вот я вообще давай я не знаю кто у тебя из гостей обычно бывает я видел у тебя в гостях Светова много раз было дело вот я как бы не слежу так чтобы прям точно знать кто откуда у тебя появляется у тебя сейчас я есть человек который живет в Израиле человек который очень сильно вовлечен в израильскую повестку и в войну я работаю с министерством чуть-чуть сотрудничаю с министерством иностранных дел чуть-чуть с министерством диаспоры чуть-чуть с пресс-службой армии обороны Израиля если у тебя или у твоих подписчиков есть какие-то вопросы касающиеся нашей нынешней войны Израиля сектора Газа террористов Хамас чего угодно я весь ваш если вам что-то интересно об этом узнать ой вопросов полно на самом деле я могу их зачитать готов ответить на все так без проблем следующий вопрос ватный мишка пишет о вот мы и дошли до этой темы пояснит ли гость ведущему за USS Liberty без проблем я могу пояснить на примере другой истории окей потому что я понимаю что я не хотят услышать но я могу пояснить на примере другой истории 1948 год война за независимость Израиля но в тот момент когда Израиль осаждают арабы арабские армии арабские страны арабские солдаты внутри самого Израиля идет грызня и как ты думаешь Марго умный человек кто грызется внутри самого Израиля 76 лет назад в момент когда тебя атакуют все страны которые есть вокруг тебя и тебе нужно выжить и построить еврейское государство кто может внутри Израиля воевать между собой но евреям свойственно спорить друг с другом на самом деле да но тут очень конкретный я бы не спросил просто так если бы мы сейчас с тобой не оглянулись что ты в своей стране что я в своей если бы мы не оглянулись сейчас вокруг и увидели ровно то же самое кто грызется в Израиле 60 лет назад правильно левые и правые при этом правые достают деньги через Европу через свои связи достают деньги в Израиле лютая нехватка оружия нечем сражаться с арабами правые достают деньги фрахтуют корабль и полный корабль оружия с небольшим еще числом еврейских беженцев из Европы гонят в Израиль левые узнают об этом о том что сейчас придет полный корабль оружия который купили правые для войны с арабами и левые говорят очень простую вещь что либо вы отдаете все оружие нам либо мы его топим оружие и корабль который купили евреи для того чтобы сражаться с арабами левые евреи говорят мы сейчас это все потопим если вы не поделитесь в результате там предлагали разные сделки 50 на 50 75 на 25 нет ни в какую левые хотели создать правительство левые хотели создать левое государство левые в результате потопили корабль он называется Аль-Талена стоит памятник на берегу Тель-Авива корабль был потоплен вместе с оружием которое должно было достаться еврейской армии для войны с арабами и вместе как ни печально с я не помню сколько там небольшое число было не какое-то огромное но тем не менее погибли еврейские беженцы которые плывли на этом корабле из Европы так вот к сожалению в истории еврейского государства есть скажем так неприятные моменты от этого никуда не денешься да и Либерти относится к одному из таких моментов если мы будем ходить и замаливать каждый косяк который был мы будем жить тем что мы будем замаливать косяки которые были это случилось это было улажено на том уровне на котором это должно было быть улажено как мы видим на дипломатических отношениях это глобально не сказалось все забыли идем дальше да грустно да печально на войне умирают люди сэляви погнали дальше если зацикливаться на каждом отдельном вот таком случае на каждой отдельной такой занозе то мы никуда вперед не продвинемся никогда в жизни то же самое я могу сказать во время нынешней войны в секторе газа организация United World Kitchen по-моему гуманитарная организация которая занимается кормежкой голодающих по ошибке Израиль нанес ракетный удар по грузовикам этой организации по джипам там погибли люди там погибли волонтеры из шести стран никакого отношения не имеющих к террористам абсолютно мирные реально люди волонтеры которые кормили голодающих из-за ошибки идентификации они погибли да мы не будем теперь до конца мы признали эту ошибку мы извинились за нее последовали какие-то последствия дипломатические там или юридические еще что-то но окей да это случилось все мы идем дальше если мы будем сейчас если мы будем каждую проблему такого рода превращать как ты это еще раз сказал у меня вылетает из головы все время в конфликтологии травма а избранная травма если мы каждую такую историю будем сейчас превращать в избранную травму мы никуда вперед к сожалению не продвинемся но какие-то случаи мы превращаем в избранную травму а какие-то нет так или иначе это правда но вот я говорю что вот эта стигматизация каждого косяка который был допущен я понимаю почему то есть никто не спросит там про 600 тысяч убитых в Сирии никто не спросит еще про что-то исторически так сложилось и мы с этим живем и мы это принимаем и мы к этому привыкли что Израиль находится под микроскопом каждый косяк Израиля рассматривается под микроскопом самое большое количество резолюции осуждающих какую бы то ни было страну при том что у нас есть и Россия и Китай и Иран и куча других замечательных стран но самое большое количество резолюции осуждающих какую-то страну это резолюции осуждающий Израиль да я понимаю наши косяки очень любят смаковать те кто не любит нас но ничего не поделаешь это случилось идем дальше — Но также можно сказать про что угодно. — Можно. Можно сказать про что угодно. А про некоторые вещи так и пытаются сказать, к сожалению. Но, знаешь, есть события, а есть длящееся события. То есть ты не можешь, например, сказать про войну в Украине, что, а ну блин, да, косяк. Когда она закончится, там спустя какое-то время, нельзя будет сказать, ну блин, да, это был косяк, едем дальше. Нет, это было длящиеся события. Это была целая, как говорят, эпоха войны в Украине. А здесь это была ошибка. Все. Ну, погромы в Восточной Европе тоже были единичными событиями, каждый из них со своими отдельно-цветными лидерами. Я тебе более того, что в 18 веке погромы в Иерусалиме, а они были в 18 веке, когда арабы грабили синагоги, когда здесь евреев еще, как любят сейчас говорить, не было, да, до 1948 года. Но, тем не менее, в 18 веке арабы грабили синагоги, это были единичные случаи, мы к ним даже не обращаемся. Я лично списываю это для себя на то, что это была не конфликта на национальной почве, хотя, возможно, это были они, а это был обычный разбой. Но поскольку арабы не будут грабить мечети, арабы пошли грабить синагоги, да, окей, был косяк, все, забыли, едем дальше. Окей. Нельзя, нельзя циклиться на каждом событии просто потому, что его удобно использовать для чего-то, его удобно использовать для той же самой пропаганды. Так делают, на самом деле, арабы. Есть два события, опять же, две даты в истории. Это Тантура и Дейр-Ясин. Это две арабские деревни. Ну, города, деревни, неважно. Город Тантура и Дейр-Ясин. С Дейр-Ясином несколько проще, потому что там есть все-таки хоть какие-то показания устных свидетелей. С Тантура нет вообще ничего. Известно, что был такой город, потом туда пришла израильская армия и больше нет такого города. Окей. И они кричат, что вот это случилось, там случилась резня, евреи всех убили, все, вот давайте сделаем из этого стигму великую. На самом деле мы ничего не знаем о том, что там произошло. И если судить по тому же самому Дейр-Ясину и по показаниям свидетелей арабов, живших в Дейр-Ясине, мы знаем, что арабы лгали, что арабы специально приписывали евреям то, чего евреи не совершали, чтобы транслировать это по радиостанцам, чтобы арабские армии быстрее напали на Израиль. Есть показания свидетелей, которые утверждают так, арабы утверждают по-другому. Но вот если мы из каждого события в израильской истории, в еврейской истории будем делать вот такую стигму и обсасывать ее просто потому, что нам это выгодно с антиизраильской точки зрения, ну окей, если у кого-то есть на это время, пожалуйста, занимайтесь этим. Мы стараемся идти дальше. Ну, опять-таки, про какую-то арабскую деревню действительно могут не быть известными подробности, и что там произошло. Вообще нет никаких. Про Дантуру есть типа документальный фильм, в котором нет документов. Вот, это единственное, что известно. Больше про это не слышно. Про USS Liberty, в принципе, известно все поминутно, на самом деле. Я понимаю, но... То есть ситуация хорошо задокументирована. Опять же, это событие, которое случилось, оно повлекло за собой какие-то последствия. Эти последствия уже не имеют срок... Ну, прошел срок давности этих последствий. И сейчас об этом вспоминают только те, кому очень нужно зачем-то вот именно об этом вспомнить. При том, что вспомните вы об этом или не вспомните, сейчас это не повлияет уже ни на что. Все, это прошедшая ситуация. Она сейчас, в этот период времени, уже не имеет никакого веса. Понимаешь? То есть, ну окей, USS Liberty, дальше что? Не знаю. С моей точки зрения она имеет вес. А как, вот что, на что это сейчас влияет? Вот сейчас мы живем в 2024 веке. На что сейчас, вот в наш с тобой день, сегодня что, 23 июля 2024 года? Сегодня на что может повлиять история с USS Liberty? На что может повлиять история с австрийским художником? То есть, это, в принципе, так можно про что угодно спросить. На USS Liberty была совершена атака и военно-морскими, и военно-воздушными силами Израиля. Он был обстрелян, он не утонул. Там от пуль погибло 34 американских военнослужащих. Сказать, что эта атака была случайная, это просто идиотизм на самом деле, потому что случайно два рода войск нанести, значит, войсированную атаку по судну, на котором был американский флаг, и когда он был сбит, автоматически поднялся запасной, потому что есть такой механизм, он предусмотрен, значит, на американских военных суднах. Такое событие не могло быть случайным, и моя версия состоит в том, что, понятное дело, судно было обстреляно специально, поскольку оно было разведывательным. И Израиль боялся, что американские разведывательные данные будут перехвачены советской разведкой, а советская разведка передаст все своим питомцам. И, соответственно, этого нельзя было допустить, и для тех же целей, некоторое время ранее, была испорчена антенна на американском посольстве, которое тогда в Тель-Авиве было, и еще длительное время было. То есть, на мой взгляд, если какие-то исторические уроки и нужны, то, наверное, надо все-таки Израилю определяться с тем, кто его союзник действительно, а кто нет, И все-таки рассматривать свои интересы, не включая каких-то священных книг, а с реалистической точки зрения. У Израиля есть поговорка, израильтяне так говорят, у Израиля есть один союзник, у Израиля есть один союзник, это армия обороны Израиля. Ну, как россияне говорят армия и флота. Это поговорка, которая говорит о стране и о народе, мне кажется, достаточно исчерпывающей. Мы понимаем, что есть страны, которые могут нас поддерживать, могут нас не поддерживать. С другой стороны, что у них завтра будет в голове, мы не знаем. В любой момент, и мы это проверили уже историей, кто угодно может отвернуться от Израиля, это мы тоже понимаем. Израиль рассчитывает на себя, в первую очередь, и на свою армию. Если сейчас будет подозрение, что кто-то шпионит за Израилем, даже если это будет какая-то де юре дружественная страна, я не исключаю вероятность, что будет повторена история с USS Liberty. Ну вот и исторический урок, а ты говоришь, на что влияет? Никто, нет, это не имеет отношения к истории с USS Liberty, это имеет отношения к сейчас, моменту сейчас. Я имею в виду, что политика может быть такова, что эта история повторится не потому, что была история с USS Liberty, а потому что политика не изменилась. Не потому что, но история иллюстративная. Ну, смотри, в истории нет прецедентов права, слава богу, иначе все было бы очень плохо. То, что в одной ситуации, условно, страна поступила одним образом, и во второй ситуации аналогичной страна поступит так же, это не связь между двумя этими ситуациями, это просто страна поступит так же в подобной ситуации при прочих равных. Ну, Япония только недавно обратно получила право иметь регулярные войска, хотя кто-то, наверное, мог бы сказать, ну, слушай, за что их так? Итак, две атомные бомбы спустили. Пусть делают армию себе. У нас же нет никакой гарантии, что Япония в будущем поведет себя так же, как во время Второй мировой, правильно? А вот так сказать про любую страну, это правда. Но это немножко другой момент, потому что ты говоришь о том, что может произойти, что они поведут себя так же, а сейчас мы их сдерживаем. Нет, я тебе прямым текстом говорю, Израиль, скорее всего, поведет себя так же. Не потому, что Израиль плохой, а потому что это вопрос безопасности страны. А вопрос безопасности страны у нас стоит на первом месте. Потому что мы прекрасно понимаем, что в любой момент любой от нас может отвернуться. Как это было во время шестидневной войны, той же самой, ты сам вспомнил Киссинджера. Вспомнишь момент шестидневной войны. Это тот момент, когда Израилю очень остро требовалась поддержка. Кто поддержал Израиль? Армия обороны Израиля. Потому что американцы заявили, что на вас напали, на вас напали советским оружием. Если и враг продвинулся, враг пробил оборону Израиля. Если мы сейчас вас поддержим, а вы проиграете, это будет показатель, что американское оружие проиграло советскому. Мы не можем вас поддержать, давайте хотя бы вернитесь к тем границам, которые были до прорыва. Нас кинули через бедро. Допустим, пусть будет бедро. Но нас кинули. Окей? И вот в такой ситуации мы готовы. И в такой ситуации, да, будет USS Liberty, значит будет USS Liberty. Ну, повторюсь, вот и исторический урок. А ты говоришь, какое отношение это имеет к событию настоящего? Я не могу сказать, что это исторический урок. Это тактика. Исторический урок тактики, скорее стратегия, на самом деле. Но исторический урок тактики, стратегии и так далее, почему нет? Тут скорее доктрина армии обороны Израиля. Вот это исторический урок. Ну, в смысле, результат этого урока. Исторический урок, доктрина армии обороны Израиля. Я не против. Хорошо, я с тобой согласен. Ну, полка у меня. Так или иначе, мы не можем содержательно сказать, что это событие не имеет никакого значения для настоящего времени. Потому что имеет, это было, в принципе, доказано в ходе диалога. В принципе, аудитория рассудит. Хорошо, я перефразирую. Сейчас, в настоящий момент, кто-то, кроме комментаторов в чате, задумывается в мире о ситуации с USS Liberty глобально. Что вот разбирает этот момент, я не знаю, может быть, в суде идет до сих пор разбирательство этого момента. Нет, весь мир уже пережил это, переступил и пошел дальше. Если специально не возвращаться искусственно просто потому, что у тебя свербит, то всем уже давно плевать. Вот что я имею в виду. Есть ряд вещей, о которых верхушки стран, как правило, не задумываются и не имеют их на повестке, которые мы, наверное, все хотели бы, чтобы они на этой самой повестке имели. Тем не менее, имеем, что имеем. Да, то есть, огромное количество есть вещей, которые и ты, и я, наверное, хотели бы, чтобы больше обсуждались среди политических элит наших стран. Поэтому это не может быть мерилом. С такой позиции можно сейчас развести просто колоссальное нытье, прям такой гундеж уровня бог на тему белой книги. Сейчас Израиль пойдет предъявлять за белую книгу англичанам. Но мы не будем этого делать, потому что да, это было, да, это косяк, да, это прошло, все, мы к этому не возвращаемся. Да, мы считаем их, ну, как бы, я не могу сказать, мы на ютубе же, на ютубе забавим тебя за это слово. В порядке мы их считаем, мы не будем к этому возвращаться. Да, все, это был такой исторический момент, он прошел, мы сделали выводы, едем дальше. Ну, конечно, Соединенные Штаты Америки, как мировой гегемон, не могут предъявлять подобные вещи, потому что это просто не пристало. А отдельно взятые люди почему? Конечно, могут. Не, окей, отдельно взятые люди хорошо, пусть предъявляют, но, типа, выходить и оправдываться перед каждым отдельно взятым человеком, это не то, чему я хочу посудить свою жизнь. И то верно. Следующий вопрос. 500 Офер пишет. Так, не, про Светова за 500 евро это я не буду. Как гость относится к позиции Светова по Израилю и по Украине? Ну, если ты ее знаешь. Я не знаю позицию Светова по Израилю, ну, по Украине я предполагаю позицию Светова. По Израилю я видел только, вот, у меня в одном из моих видео было вставка из комментариев по этому вопросу, что надо было подставить в самую щеку. Все его сводится, весь его пассаж сводится к христианской модели, подставить в вторую щеку, что я считаю крайней степенью просто дурости, да, и человек не очень понимает в той ситуации, о которой он говорит. И он там заявляет, что если бы в Израиле была другая религия, заглавная, то, возможно, и вся бы эта ситуация развивалась по-другому. Опять же, человек не понимает, о чем он говорит. Вот, у меня нет какой-то конкретной позиции по его позиции, потому что я ее не знаю, а то, что знаю, мне не особо интересно. Ну да, позиция Светова это что-то совершенно отдельное, и как бы мы разбирать вне присутствия Светова, наверное, ее не будем. Я с удовольствием, если он захочет выйти на беседу, я всегда готов. Хорошо, я могу попробовать устроить. Следующий вопрос. Понятно, следующий вопрос. Нет-нет никого, кроме Бога, одного. А я, а я, 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 я. Как гости относятся к хасидизму и считают ли их вообще иудеями? Марго считает, что хасидизм – это самое белое язычество из ныне имеющихся. Нет, почему? Хасидские дворы, если мы берем хасидские дворы в глобальном понимании, не какие-то отдельные секты, например, те же самые натурой карты. Если тебе хочется язычества и сектантов, это натурой карты. Они тоже выглядят как хасиды. Но если мы берем хасидизм как таковой, нет, это абсолютно нормальное ответвление, если можно так выразиться, классического ортодоксального иудаизма. При этом они тоже являются ортодоксальными иудеями. Они следуют тем же самым ортодоксальным канонам иудаизма, что и не хасиды, грубо говоря. Единственная разница, и чем вообще их появление было условлено, это появление так называемых хасидских дворов, когда еврейская община строилась не вокруг, условно, синагоги, общинного дома, а вокруг одной семьи, вокруг одного двора. Так, вот, единственное различие. Нет, к хасидам отношусь абсолютно нормально. Бурские хасиды вообще очень базированные, на мой взгляд. Бурские хасиды это отдельная история. Один из самых больших хасидских дворов. И вот сейчас в Израиле они с начала войны тут же мобилизовались в отряды самообороны, достали свои старенькие М-16 и ходили по улице вот в этом хасидском прикиде. Очень колоритно смотрят, совсем рекомендую. Отношусь отлично, почему нет? А почему ты считаешь их сектой? Я не считаю их сектой, там же в донате было по-другому сказано, как там сформулировал донатер, самое белое язычество из ныне имеющихся. То есть хасидизм, во-первых, возник в Европе, в Восточной Европе. Религия чисто европейская. Доктринально хасиды... Хасидизм это не религия. Это религия. Ты говоришь, что это религия, я не говорил. Хасидизм это не религия. Это ответвление иудаизма. Да, нет, религия... А иудаизм это религия. Хасидизм это не отдельная религия. Хасиды исповедуют иудаизм, тот же самый, ничем не отличается. Хасиды верят в переселение душ, раз. У нас хасиды считают хасиды, по сути дела, пантеисты зачастую. Хасиды верят не только в переселение душ, но и в процедуру регрессии в прошлой жизни. У нас буквально на стриме был раввин Михаил Финкель, который нам про это дело рассказал. Причем мне, когда мой знакомый нееврей сообщил о том, что хасиды верят в переселение душ, я решил, что он троллит просто. А потом я, учась UCLA, сходил и спросил буквально у человека, который ходил в тамошний филиал Хабад Любович. И оказалось, что и переселение душ, и пантеизм, и вообще все, что мне рассказал этот совершенно нееврейский человек первичный, оказалось правдой на самом деле. То есть в хасидизме действительно, если не преобладают, то очень популярны подобного рода верования. Я бы сказал, что они скорее господствуют. Потому что я из людей хасидского или около хасидского направления, которые могут не быть хасидами, а быть просто проинформированы хасидскими трудами, хасидскими мудрецами и так далее. Я постоянно, каждый раз, когда я натыкаюсь на хасида или около хасида, каждый раз подтверждается этот удивительный тезис про реинкарнацию и про пантеизм. Я тебе больше того скажу. Ты можешь спросить любого не хасидского раввина, обычного раввина. Просто к раввинам очень часто приходят с этим вопросом по понятным причинам. Приходят родители и спрашивают, почему умер мой ребенок. Потому что с точки зрения любой религии ребенок не виден. Он еще не успел накосячить. Почему он умер, за что? И тебе не хасидский раввин с той же самой уверенностью ответит, что до шести лет ребенок не принадлежит родителям. Он принадлежит Богу. И если до шести лет он умер, это значит, его душа была возвращена в этот мир, чтобы он что-то исправил, либо доработал, чтобы унаследовать будущий мир. Его забрали. Все. До шести лет, значит, так нужно было, чтобы его душа нагналась. Добилась чего-то, чего она не добилась в прошлой жизни, это не имеет никакого отношения к хасидизму. Тебе так скажут практически любой религии. Ну это про маленьких детей, а там позиция именно... Это та же самая концепция переселения душа. Та же самая концепция. Да, но концепция переселения душа, о которой я говорю, она звучит так, что если правоверный хасид правильно проживает свою жизнь, то он в следующей жизни опять-таки будет мужчиной и евреем. А если он что-то сделает не так, то его могут переродить, если евреем, то женщиной, а могут вообще в виде нееврея переродить, если он совсем как бы от всего отказался и вел себя неподобающе. Если он был... Если ты прошел этот квест, да, если у тебя вообще все зашибись, если ты был четким хасидом, вот прям четкий хасид, то ты не должен вообще перерождаться, у тебя уже все хорошо, все, ганедан, давай, вперед, свободен. Следующий мир. Как бы говорят, награда даже за одну митцву, даже за одну заповедь, не вместится во всем этом мире. Ты получишь награду за свои митцву в следующем мире. Неважно, речь не об этом. Если у тебя все хорошо, ты вообще за нее возвращаешься. Если у тебя все плохо, да, твою душу в худшем случае вообще прикрепляют к животным. Душа прикрепляется к животным. Потому что ты живешь среди людей, но не человек. Это считается самое большое наказание. Если ты был такой, как бы, ну как бы норм, но не очень. То есть типа хасид, но не совсем кошерный. Твою душу прикрепляют к рыбе. Потому что рыба это тоже животное, но рыба не живет среди людей. То есть это как бы такая облегченная версия. Тебе не так плохо должно быть. На шаббатном столе, шаббат встречают все евреи, независимо от школы. На шаббатном столе должна быть рыба. Потому что когда мы едим рыбу на шаббатном столе, мы обязательно произносим благословение на еду. Мы произносим благословение на любую еду и напитки. Но вот конкретно, если мы говорим про рыбу, мы точно произносим на нее благословение. На тот случай, если в ней была душа не слишком кошерного хасида в прошлой жизни. И таким образом мы произносим благословение на его душу, чтобы он отправился тоже в ганетом к своим друзьям. Понимаешь? Это я, я тебя сейчас, это не воспринимай мои слова всерьез, что я так делаю, условно говоря. Но такая концепция лежит, она существует не только в хасидизме. Вот я к чему веду. Ну потому что эти верования, они из хасидизма перекинулись на другие ветви иудаизма. Они были раньше хасидизма. Где в Библии про это можно прочитать? В Танахе, где можно найти? Нет, смотри, есть Тора, есть устная Библия, это вообще не наша тема. Есть Тора, есть устная Тора, есть пророки, есть Писание, есть куча лора. Да, если ты начнешь изучать весь лор, ни в коем случае не рекомендую, но есть еще такая вещь, как Кабала называется. Я сам к ней не приближаюсь, но она существует. В хасидизме без кабалы сложно достаточно. И она появилась задолго до хасидизма, как таковая. Кабала появилась задолго до... Есть и христианская кабала, конечно, это отдельное эзотерическое учение, которое повлияло на возникновение хасидизма впоследствии. Суть в том, что даже эти перечисленные вещи, они могут очень сильно отличаться от двора к двору. А хасидских дворов существует несколько десятков. Я бы хотел сказать сотни, но нет, сотни нет. Меньше сотни, но очень много хасидских дворов. И в каждом из этих дворов есть чуть-чуть своя традиция, чуть-чуть вот свое видение ситуации. Есть хасидские дворы, которые... Ну, они не совсем хасидские дворы, скажем так. Ну, вот в Иерусалиме, если ты выйдешь перед центральной станцией, там каждый вечер стоит микроавтобус с очень крутым таким рейвом, и угашенные в хламину просто чуваки в шапочках на нахман пляшут, отплясывают, у них рейв. Они так верят. Это их форма веры. Через кайф. Окей? Хасидских дворов очень много. Видят они эту ситуацию все чуть-чуть по-разному. Так что не делай таких выводов. Ты немножко ошибаешься в этом. Если хочешь, я отправлю тебя к своему раввину. Он может быть сделает... Мне уже довольно большое количество раввинов подтвердили вообще все, что ты сказал. Я просто к тому, что... Дело в том, что люди, когда воспринимают иудаизм, они, наверное, все-таки ожидают просто религию, для которых Ветхий Завет не Ветхий. И, как бы, и, собственно, и все. А там столько DLC вышло на самом деле. Да, ты себе не представляешь. Чувак. Саду я с половиной тысячи. Очень много. Очень много. Я тебе больше того скажу. Это все продолжает еще сейчас накручиваться. Причем вот то, что накручивается сейчас. И здесь мы возвращаемся к теме social just... Ты понял, короче, СВЖ. Сейчас же у нас появились женщины стены. У нас появляются женщины раввины. Такого не... Вот такого быть не должно. Но это реформированный иудаизм, скорее. Да. И это продолжает накручиваться. Но когда-то и хриседизм для кого-то был реформацией. Окей? Конечно. Но это была реформация в рамках ортодоксального иудаизма. А то, что сейчас происходит реформация, она уже выходит за рамки ортодоксального иудаизма. Смотря как посмотреть. Кто-то может сказать, что ортодоксальный иудаизм это конкретно метнагдим, который вот именно скорее реакция на возникший хасидизм. То есть это люди по-разному интерпретируют. Потому что я от верующих иудеев слышал и от религиоведов и слышал и видел разные точки зрения на этот вопрос. Многие говорят, что именно, значит, возникло одновременно, по сути дела, возникло иудейское посвящение. То, что Аскала называется, называлось или как-то так. Значит, примерно в тот же период возникает хасидизм, как в совершенно другое направление. Но как реакция, по сути дела, и против того, и против другого возникает ортодоксальный иудаизм, который не приемлет именно вот, значит, экстатические практики хасидизма. То есть, как бы, потому что хасиды, они, насколько я могу судить из религиозной литературы, из религиоведческой литературы, скорее, хасиды, они больше про то, что Бога почувствовать надо именно. То есть, поэтому это именно такая, значит, религия мистериальная, экстатическая, эзотерическая во многом. Ортодоксальные иудеи, они, насколько я их знаю, видят мир совершенно иначе. То есть, если посмотреть на Бена Шапира какого-нибудь, ты его с хасидом не перепутаешь. Вот именно, что ортодокс. Да, значит. Ортодоксы понимают религию через учебу. Да. Хасиды понимают религию через знания, а хасиды через чувства. Да, здесь это совершенно право. Но это ни в коем случае не делает их иудаизм. Я не хасид, если что, вообще никого отношения не имею, никогда не имел. Я как раз всегда относился к ортодоксам. Но хасиды, их иудаизм не хуже и не лучше иудаизм ортодоксов. В плане его ортодоксальности, грубо говоря. То есть, что такое ортодоксальность? Правоверие. Ну, совершенно верно. Их иудаизм ничем не отличается. Конечно, они не лучше и не хуже. Если мы возьмем реформистов, там да, там трэш. Угар и садамия. Зачастую буквально. К сожалению. Ну, или вообще, я не знаю, я рад за них. Если они счастливы, я рад за них, дружище. Вот. Главное, чтобы это не трогало меня. Вот. Так что здесь такой спорный вопрос. Ну, опять же, я прекрасно знаю, что ты в течение уже многих лет довольно часто и тесно пересекаешься, так или иначе, с евреями. Поэтому я уверен, ты об этом знаешь достаточно много. Пересекаюсь. Да, это, да, да, так получается. Хотя у меня не авраамические религиозные взгляды абсолютно. То есть, но вот так складывается. Возможно, в прошлом жизни ты просто был плохим хасидом, и тебя прикрепили к телу гермаргинала. Да, да, да. И евреи подкидывают, евреев, еще и еще, давай, дружище, а ты все не в какую-то. Вот был очень плохим хасидом, хасидом-стрейтеджером, короче, отказывался, значит, полноценно отмечать Пурим по устоявшемуся обряду, вот. И, соответственно, да, да, переродился вот в таком виде. В России у своих друзей есть у них вопросы по сектору газа, потому что вообще это главная тема. Я надеялся, что они будут интересоваться этим, они USS Liberty подловили. Да, ну просто я думаю, что у них примерно позиция по сектору газа такая же, как у меня или у тебя. Как у тебя позиция по сектору газа? Расскажи мне свою позицию. Ну, как бы, на мой взгляд, после атаки 7 октября, в принципе, у Израиля моральное право есть делать сектором газа в принципе, чего угодно. Поэтому мне абсолютно неинтересно, какие последствия будут для сектора газа. То есть, мне нет никакого дела до этого. Это очень важный момент. Это очень тоже важный момент, который я пытаюсь донести до многих, что что бы мы ни делали в секторе газа, какие бы там больницы, школы или еще кого-то мы не бомбили, мы делаем это, во-первых, у нас всегда есть на это причина. Если это школа ООН, значит, мы знаем, что там сидят террористы. Если это больницы, мы знаем, что там сидят террористы. Не важно. Очень важный посыл. Да, они на нас напали 7 октября. Мы делаем то, что мы делаем, не потому, что мы хотим отомстить, не потому, что мы хотим убить там один к тысяче, как многие правильно пишут, не потому, что они арабы, не потому, что они мусульмане, не потому, что они считают себя палестинцами, не потому, что там что-то еще. Мы делаем то, что мы делаем, потому, что они враги, они враги, вот что самое главное. Они наш враг, который на нас напал. Это война, в войне есть две рождущие стороны. Следующий вопрос. Эликоптер пишет вопрос гостю и Марго. Как относитесь к Джексону Хинклу? Что думаете о его взглядах и деятельности, и почему он такой? Платят или просто шиза? Спасибо. Джексон Хинкл – российский агент влияния, его завербовали через его жену, российскую фотомодель. Я так это вижу. Я это выдумал на самом деле. Я просто вымышленный персонаж, я книжку пишу. Так. Джексон Хинкл. Нет, ну и Хинкл это хорошо. Нет, Джексон Хинкл это легендарный. Твиттер-аккаунт, твиттер-бот, я не знаю. Я, честно говоря, о нем как о человеке, не знаю ничего. Для меня он просто аккаунт в Твиттере. Я вообще далеко не уверен, что это реальная личность. Нет, реальная личность, он сейчас от лица американской компартии выступает. Нет, нет, я перефразирую, я перефразирую, позвольте. В том же самом Твиттере есть такая доктора Лупа. Может быть, ты попадался на ее. Она никак не относится к Соединенным Штатам. Она именно пользуетесь Твиттером. Святой человек. Она больше по части арабо-израильского конфликта, доктор Лупа. И это тоже был изначально живой настоящий человек, существовавший. С довольно развернутым аккаунтом, раскрученным. Но потом его аккаунт был то ли продан, то ли просто как бы используя ядца для ведения пропаганды. То есть живого человека за этим аккаунтом живого человека уже не стоит. Изначально был, больше нет. С Джексом Хинклом у меня... Я смотрю, я внимательно слежу за тем, что он постит. У меня... Я абсолютно уверен, у меня есть абсолютно стопроцентная уверенность, что человек в здравом уме не способен генерировать такие потоки бреда. При этом на серьезных вещах. То есть всерьез это публиковать, не как степ, а вот серьезную публиковать то, что он публикует. Я не верю, что человек может это делать в здравом уме. Поэтому я... Даже этого недостаточно. Вот понимаешь, да, насколько? То есть даже этого недостаточно. Я не верю, что человек может писать, I'm an American patriot, я американский патриот, поэтому я поддерживаю хусидов. И выкладывать в этом посте фотографию хусидов, выступающих под флагом, на котором написано, уничтожить Соединенные Штаты Америки. Все, занавес. Ну, как бы, проразянский пропагандист. Хорошо, я не верю, что можно быть настолько тупым. Нет, но он именно завербованный агент влияния, как бы. Типа, таких много. А Сириан Герл Партизан, это что за хуйня? А Эбби Мартин какая-нибудь. Это же всегда до хуя было. Нет, вот Сириан Герл, да, это из той же обоймы, что это доктор Лупа. Но я думал, это вот специфика арабо-израильского конфликта, что это вот в нашем сегменте интернета есть такое. А этот чувак, он не только про нас пишет, он пишет и про политику Соединенных Штатов, и про политику России, и про Украину. То есть он такой более глобальный. Да, я не думал, что такая шиза встречается в более глобальном поиске, скажем. Да, полно, полно на самом деле. Это был финальный ответ. Марго, огромное спасибо тебе за стрим. Без проблем. Хотя, что тебе понравилось, надеюсь, тебе было приятно. Надеюсь, отличный стрим. Хотя бы чуть-чуть удовлетворить. Вот. В общем, если все круто, то пиши, звони по поводу и Галя Левина, тогда я завтра ему напишу. Если что, тебе пришлю его контакт. Хорошо? Да, без проблем, конечно, конечно. Нексер, давай. Нормально все, то я кричу. Всего доброго. Да, пока-пока. Пока. Деньги не платить. Деньги не платить. Деньги не платить. А сейчас танцуем. А сейчас танцуем. А сейчас мне пла-деньги, мне пла-ти-ми-деньги.